Новую редакцию программы социально-экономического развития Арктической зоны России обсуждают в Санкт-Петербурге. Там накануне стартовал Международный Арктический форум. Основная повестка это развитие опорных зон и моногородов, промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике. Подробнее о форуме расскажет Айсена Бурнашова. В экспофоруме начал свою работу Международный ежегодный форум «Арктика. Настоящее и будущее». Предполагается, что именно опорные зоны станут основным механизмом развития Белого края. Северо-Якутскую опорную зону лично презентовал глава республики Егор Борисов. Есть определенные проблемы, которые долго-долго не решались и наверняка долго будем решать. Прежде всего транспортная доступность. Далее есть определенные особенные проблемы, которые имеют отношение только к Арктике. Это проблемы, которые связаны прежде всего с доставкой грузов. Сегодня мы заговорили о развитии цифровой экономики в Российской Федерации. Но, к сожалению, инфраструктура связи там не развита. Поэтому основное внимание и направлено на опорные зоны и инвестиционные проекты, которые призваны решить ряд стратегических задач. Прежде всего речь идет о поддержке транспортного комплекса в Тикси. В идеале он должен работать по объемам советских времен. Второй крупной задачей Северо-Якутской опорной зоны станет модернизация Жатайского судостроительного завода. Данная опорная зона также должна стать экспортером олова и редкоземельных металлов. Среди проектов также и полный ввод в эксплуатацию железной дороги Беркакит-Томот-Нижнебестях и Северный морской путь. К 2025 году планируется создать 5000 рабочих мест. За счет этого местные доходы должны увеличиться практически в два раза. При этом кадровая работа уже сейчас должна выйти на передний план. Нам необходимо создать такие условия, чтобы эта пропорция была соблюдена. Значит, мы, создавая новые отрасли, должны подготовить на них кадры или переучивать действующих наших специалистов, или создавать новые направления. Будущее Арктики отчасти держится на инвестициях. В то же время из-за сложных климатических условий Севера предприятиям грозят издержки, связанные с необходимостью создания транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры. Поэтому для максимально результативной реализации инвестиционных проектов необходимо эффективное взаимодействие бизнеса и власти. Мы сейчас представляем свое видение, каким образом должна развиваться электроэнергия в Арктике. Мы сейчас строим ветропарк в поселке Тикси. У нас есть срок 2 месяца, это август-сентябрь, когда мы должны будем смонтировать эти ветроустановки. Три ветроустановки мощностью по 300 киловатт. Всего это будет 900 киловатт. Северо-Якутский опорный пункт не только в планах. Уже многое делается для его реализации. Арктика суровый, но очень перспективный регион. И скоро за него начнется гонка инвесторов. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК САХА, Санкт-Петербург. Продолжение следует...